Школьники, студенты, рабочая молодежь всего порядка 500 участников. Команда Первомайского сельского округа настроена решительно, хотя соперники в этот раз очень сильные. Даниил учится в 11 классе, его прадед танкист погиб на войне. Остались только обрывки воспоминаний, которые передают из поколения в поколение. Сам он занимается дзюдо и самбо, увлекается легкой атлетикой. Ну я летом просто бегаю, мне интересно, смогу бы я здесь что-то показать. Ну здесь, конечно, сильные участники, но я думаю, как бы, если нас человек 10 побежит, не знаю, в пятерку, в четверку залезть. Общая дистанция порядка 3,5 километров по памятным местам мимо сквера боевой славы, место высадки морского десанта, освобождавшего Анапу, русских ворот, оставшихся от бывшей турецкой крепости. Дорогие ребята, вы должны помнить имена тех, кто вписан золотыми буквами в гранит. Вы должны помнить, что мы многим им сегодня обязаны, то, что мы живем под мирным небом. Мы сегодня стремимся вам создать все условия, и это благодаря тем, кто отдал свою жизнь, освобождая Отечество. Тех, кто прошел Европу, освободив ее от немецко-фашистской чумы. В этом году традиционные эстафети присоединились командой Всероссийского детского центра «Смена» и общества «Динамо». Они бежали вместе с сельскими округами. Еще два забега среди школьников и один студенческий. Всего 10 этапов протяженностью от 200 до 700 метров. Одна из главных задач – грамотно расставить участников. Кто-то может, что называется, рвануть, а кто-то более вынослив. Финиш студенческих команд оказался достаточно плотным. Первая – Лидия, студентка Анавского индустриального техникума. Легкой атлетикой занимается со второго класса. По ее словам, команда в этом году достаточно сильная. Ей даже не пришлось выкладываться на финише. Неплохой разрыв заложили партнеры по команде. Да, вообще отличную фору. Я даже не ожидала, но все отлично и все хорошо. На втором месте – команда Анавского филиала МПГУ. На третьем – сельхозтехникум. Первые места в своих забегах заняли команды 12-й и 7-й школ. Серебро – у 31-й и 6-й, а бронза – у 12-й и 17-й школ. В группе, где соревновались сельские округа, второе место у команды Виноградного. А первое и третье заняли динамовцы. Организаторы надеются, что в будущем году к ним присоединится больше трудовых коллективов. Александр Ребеко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.